Авельчи намерены оспорить разгром от Барсы, из-за выхода Гави на поле. 18-летний Гави – одно из главных открытий Барселоны и сборной Испании последних лет. Вундеркинг продолжает прогрессировать, с каждым месяцем чувствует себя более уверенно и неожиданно стал одним из важнейших игроков не только в центре поля, но и в группе атаки, раскрывшись на позиции вингера. Однако, несмотря на успехи Наполя, Гави в последнее время примагничивает скандалы. Про уникальную ситуацию с его контрактом мы уже подробно писали. Если вкратце, Барселона из-за потолка зарплат долгое время не могла зарегистрировать новое соглашение Гави, которое зарабатывал на уровне игрока молодежки. В конце января клуб получил разрешение от коммерческого суда Испании на продление контракта и помпезно вручил футболисту заветный шестой номер. Но вскоре Ла Лига спорила это решение, и уже в марте Гави откатился к прежней ситуации, как с номером, так и с окладом. История продолжилась после матча с Эльчи. Барса одержала уверенную победу, 4-0, но теперь аутсайдер рассматривает возможность подачи апелляции за участие Гави, якобы после отмененной регистрации игрока снова футболистам запрещено выступать в чемпионате до конца сезона. В Барселоне тут же заявили, что консультировались по этому вопросу с Ла Лигой. А журналисты Мунда Депортива пояснили, что в случае с Гави произошла не отмена, а повторная активация лицензии футболиста как игрока молодежной команды, потому никакого нарушения нет. Итоговое решение должен принять комитет по проведению соревнований РФФ. Но главная проблема в том, что это далеко не единственная странная история, которая окружает молодого полузащитника в последний месяц. Так, в преддверии кубкового классика вновь обсуждается неоднозначный характер игрока. На поле Гави всегда заряжен, это часть его стиля, но порой излишняя агрессия приводит к конфликтам с соперниками. Так случилось в мартовском матче Барселоны с Реалом, 2 к 1. После игр Татлетич опубликовал подробный материал с инсайдами, в котором в том числе говорилось о недовольстве поведением Гави в мадридском клубе. Там считают, что игрок Барса намеренно сфалил на Сибальосе в центре поля, когда тот был без мяча, чтобы отомстить за нарушение правил против Ливандовски секундами ранее. Согласно второй версии, Хавбек Каталонцев сделал это в отместку за другой эпизод, в зимнем кубковом классика Сибальос схватил Гави за волосы, но этот момент остался без внимания арбитра. И хотя сам Сибальос уже заявил, что проблем с Гави у него нет и они давно все уладили, осадок остался. Так, по информации журналиста Андриана Санчеса, специализирующегося на инсайдах из Барселоны, ветераны Реала связывались с коллегами из каталонского клуба и просили поговорить с игроком о его выходках на поле. Вообще тема поведения Гави в последнее время всплывает как-то подозрительно часто. 29 марта журналисты Релева Альфреда Матильи и Серхио Сантос утверждали, что этим аспектом обеспокоены даже в Испанской Федерации футбола. Все из-за нежелания Гави участвовать в автограф-сессии перед матчем с Норвегией. По одной версии, его отказ разозлил партнеров по сборной Испании, Ольмо, Родриго. По другой, Ховбек мотивировал свой поступок плохим самочувствием после удара по голове, который случился на тренировке, но все же появился на мероприятии. О еще одном конфликте в сборной сообщило издание Релева. По информации медиа, на тренировке Гави жестко сыграл против Родри. Все выглядело так грубо, что пришлось вмешиваться Морати, на правах капитана предупредившего молодого игрока, так агрессивно играть не нужно, особенно в преддверии официальных матчей. Источники в сборной Испании подтвердили стычку на тренировке, но подчеркнули, момент был рабочим, а претензий к поведению Гави ни у кого не осталось. Однако появление такого количества слухов, по данным ЧАПе, возмутило окружение молодого полузащитника. Знакомые футболисты уверены, что за публичной кампанией по дискредитации Гави стоит риал, который хочет выставить игрока мясником. Истерия, связанная с поведением Гави, действительно кажется слишком раздутой, и если есть трения между ним и другими футболистами, то они явно не заслуживают такой реакции. Наполе Гави регулярно оказывается в центре ярких эпизодов, и этот блеск привлекает к нему повышенное внимание в повседневной жизни. Ближайшая классика 5 апреля покажет, как Вундеркинд Барселоны справляется с внешним давлением. И способен ли сохранить хладнокровие и топ-уровень под прессингом принципиального соперника, а также СМИ. 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 СМИ.